МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Марии Посыпаясь. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Быть родителем непросто. В молодежном центре прошел форум для мам и пап. Мастерство, талант и вдохновение. Детская художественная школа отметила юбилей. Горький, Москва и далее везде. 11-классники прочитали отрывки из книги академика Андрея Сахарова. Далее расскажем обо всем подробно. В Думе прошло заседание планово-бюджетного комитета. Депутаты заслушали доклад аудитора контрольно-счетной палаты, который касался проверки расходования бюджетных средств спортивной школы Саров. Учреждения не проверяли уже около пяти лет. Со всеми выявленными нарушениями руководство школы согласилось. Акт проверки направлен в прокуратуру. Также депутаты рассмотрели новый порядок предоставления муниципальных гарантий и внесения изменений в полномочия в сфере общего образования за счет субвенций. Сюда относят в том числе выплату компенсации педагогам, надбавки за классное руководство, обеспечение соблюдения санитарно-эпидемических норм в школах и многое другое. Вопросы приняли к сведению и вынесли на заседание Думы. Вечером 19 апреля в трехэтажном жилом доме в селе Маргуша Нижегородской области прогремел взрыв. По предварительным данным, произошла утечка бытового газа. В результате ЧП были разрушены четыре квартиры. В больнице доставили пять пострадавших. Из них трое взрослых и двое детей. Один ребенок погиб. В результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в селе Маргуша обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Ударной волной выбило стекла в соседних зданиях. Пожар охватил площадь в 1200 квадратных метров. С места происшествия эвакуировали всех жильцов. Спасатели до утра тушили огонь и разбирали завалы. В ходе детального осмотра места происшествия установлено, что погиб трехмесячный ребенок. Также пострадали еще двое малолетних детей и трое взрослых жильцов данного дома. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принес соболезнования семье погибшего ребенка и пообещал, что всем пострадавшим окажут материальную помощь. К сожалению, в результате ЧП погиб трехмесячный мальчик. Приношу глубочайшие соболезнования семье, всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Дом на улице Новоселова был построен шесть лет назад. По сообщениям жильцов, в день происшествия здание осматривали представители аварийной службы. Их вызвали из-за сильного запаха газа. Специалисты обошли все помещения, кроме одной квартиры, где им не открыли дверь. Не дождавшись собственников, работники перекрыли подачу газа и уехали. А через несколько часов произошел взрыв. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые выполняли работы по обслуживанию данного дома 19 апреля 2021 года. В Сарове газовые плиты установлены в 16 тысячах квартир. Раз в год сотрудники газоснабжающей компании проверяют исправность оборудования. Но и жильцы должны не терять бдительность, знать и соблюдать правила безопасности при обращении с газом. Не оставлять без присмотра работающие газовые приборы. То есть, если вы приготовление пищи, то нужно все время быть рядом, чтобы не происходило заливание горелки, загазованности помещения. Обязательно проверять работу вентоканалов, домоходов. В случае возникновения аварийной ситуации или подозрений на утечку газа следует звонить по телефону 04. Аварийные бригады работают круглосуточно и выезжают на вызов в течение нескольких минут. 23 апреля пройдет областная военно-патриотическая акция «День призывника» в формате онлайн. В программе встречи с военным комиссаром Нижегородской области, героям Российской Федерации в рамках областного проекта «Диалоги с героями». Видеоэкскурсии, творческие мастер-классы, познавательные видеоматериалы, викторины и видеозадания. С 10 до 16 часов к акции можно присоединиться в социальной сети ВКонтакте в группе «Патриот 52». Другая важная информация в подборке коротких новостей. 23 апреля с 10 до 12 часов управлением по труду и занятости населения Нижегородской области, а также всеми центрами занятости населения региона, проводится прямая телефонная линия «Ориентир». Сотрудники регионального управления по труду и занятости населения, специалисты районных центров занятости, ответят на вопросы по теме об условиях и возможности профессионального обучения граждан, заключивших социальный контракт. Телефон прямой линии 8 831 234 07 18, добавочный 344. Телефоны районных отделов и центров занятости населения размещены на официальном сайте и интерактивном портале службы занятости населения Нижегородской области. Молодежная патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в Сарое стартует 22 апреля. Акция проводится в два этапа. На первом организаторы проведут обучающие мастер-классы для волонтеров, принимающих участие в акции, разместят видеоматериалы. На втором этапе будет организована работа двух стационарных точек по раздаче ленточек горожанам. Подробности будут размещать в группе Центра внешкольной работы ВКонтакте. Сдать кровь хотя бы один раз значит совершить небольшой подвиг, спасти чью-то жизнь. А если стать постоянным донором крови, то и для себя можно получить приятные бонусы. 20 апреля в России отмечают Национальный день донора. Стать донором может любой гражданин нашей страны, достигший возраста 18 лет. Это решение должно быть добровольным. При этом необходимо пройти бесплатное медицинское обследование. Донорство основано на пяти основных принципах. Один из них – обеспечение социальной поддержки и соблюдение прав сдающих кровь. Закон предусматривает ряд мер социальной поддержки доноров, которые безвозмездно сдали кровь или ее компоненты. Это бесплатное питание. В некоторых регионах его могут заменить денежной компенсацией. Льготная путевка в санаторий по месту учебы или работы, если донор сдал кровь в объеме двух максимально допустимых доз. Люди, сдавшие кровь 40 или более раз, становятся почетными донорами России. Также это звание можно получить, сдав кровь или ее компоненты 25 и более раз, а плазму крови – 40 раз. Кровь, которую человек сдает за плату, не учитывают. Льготы почетным донорам – это ежегодный оплачиваемый отпуск в любое удобное для них время, внеочередное оказание медицинской помощи в государственных и муниципальных медорганизациях, первоочередное приобретение льготных путевок в санатории, ежегодная денежная выплата в размере 15 109 рублей. В некоторых регионах предусмотрены и другие виды соцподдержки, например, скидка на оплату услуг ЖКХ или бесплатный проезд на общественном транспорте. В день сдачи крови и в день, связанного с этим медосмотра, донора освобождают от работы. Выходной полагается и на следующий день после сдачи. Такая норма закреплена в Трудовом кодексе Российской Федерации. Эти дни можно взять сразу или по предварительной договоренности с работодателем перенести их на другую дату или присоединить к отпуску. При этом заработникам сохраняется его средний заработок. Если донор сдавал кровь во время отпуска, выходной или нерабочий праздничный день по его желанию предоставит другой день отдыха. В молодежном центре прошел первый городской форум «Быть родителем непросто». Папа и мама встретились с психологом, логопедом, педиатром и другими детскими специалистами. Получили ответы на вопросы, узнали о новых исследованиях и тенденциях в сфере воспитания. На форуме побывала наша съемочная группа. В процессе воспитания детей у родителей возникает множество вопросов. Ответить на них порой способны лишь специалисты в области психологии и медицины. Участникам форума «Быть родителем непросто» выпала возможность получить полезную информацию из первых уст. Своими профессиональными знаниями с родителями поделились педиатр, арт-терапевт, доулы, психологи. Логопед Екатерина Мрачковская рассказала о том, в каких случаях стоит обращать внимание на дефекты речи, когда стоит идти к специалисту, а когда можно справиться самостоятельно. В три года обязательно нужно обратиться к логопеду, если у ребенка нет фразы, и если речь его непонятна для окружающих людей. А также если нарушены такие звуки, как «б», «м», «в», «ф», «х», «г», «к». Если этих звуков нет, то тут нужно обратиться к логопеду, потому что именно эти звуки у ребенка должны быть в три года. На форуме родители могли не только получить советы от экспертов, но и обменяться опытом с другими мамами и папами. В живом обсуждении участники находили общие точки и совместно определяли основные проблемы взаимодействия со своими чадами. Папа 8-летней Полины Дмитрий Андреев попал на форум случайно, приведя ребенка на занятия. Но о том, что остался послушать экспертов, ни капли не пожалел. Много опыта у людей здесь, которые делятся своими уже, скажем так, наработками. Можно сказать, за тебя уже привели работу, а ты пользуешься плодами этой работы. Пока родители обсуждали со специалистами насущные проблемы, детей разместили в игровых зонах. Сотрудники молодежного центра развлекали маленьких непосед рисованием, мыльными пузырями и общением. Мастерство, талант и вдохновение. В художественной галереи закрыли выставку работ педагогов детской художественной школы, которая отмечает полувековой юбилей. В честь этой праздничной даты преподаватели наградили дипломами и благодарственными письмами. 50 лет – много это или мало? 14 сентября 1970 года решением Гурсовета в Разомасе-16 была открыта детская художественная школа. За эти годы она выпустила несколько тысяч учеников. Возрастила целую плеяду талантливых художников, дизайнеров, архитекторов. В 2020-м школа отметила полувековой юбилей, но из-за пандемии все торжественные мероприятия пришлось отложить. Наконец, в камерной обстановке художественной галереи в присутствии немногочисленных гостей праздник все-таки отметили. И мне хотелось бы пожелать вам, чтобы вот те традиции, которые созданы за эти пять десятилетий, традиции, которые позволяют вашим ученикам, которые выпустились, говорить, что это как семья, это как второй дом, и туда приходить было совсем иначе, чем в обычную школу, это гораздо лучше. Вот они сохранились, приумножились. Сегодня в художке работает 14 преподавателей, 11 из них – выпускники школы. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, любовь к своему делу, большой вклад в развитие и воспитание детей и выдающиеся результаты педагоги получили благодарственные письма и почетные грамоты Министерства культуры региона и Департамента культуры администрации Сарова. Чествовали на праздники ветеранов, которые многие годы отдали работе в художественной школе. Приятно видеть вас. Мне кажется, время невластно над вами. Все изумительно красивы, молоды. Дай вам Бог здоровья, успехов, и чтобы художка была такой же, несла этот высокий потенциал, который я вижу сейчас на этой выставке. Сегодня детская художественная школа готовится принять новых учеников. Вступительный экзамен пройдет в мае, но заявление уже можно подавать. По всем вопросам обращайтесь по телефону 76027. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Сару-24. В проекте «Читаем слух» настал черед выпускников. Одиннадцатиклассники узнали о фрагментах жизни академика Андрея Сахарова из его книги «Горький, Москва. Далее везде». Выбор произведения не случайен. 21 мая исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося физика, жившего и работавшего в нашем городе. Борец за мир, создавший оружие массового поражения. 21 мая этого года в России отмечают столетие со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, выдающегося физико-теоретика, академика Академии наук СССР, одного из создателей первой советской водородной бомбы. Он предлагал разместить заряды вдоль побережья США по 100 мегатонн каждый, в случае любой опасности нажав на кнопку. Спустя годы Сахаров изменил свои взгляды, подался в политику и выступил против использования ядерного оружия. За свободу человека, презирал преследование власти, мечтал о мирном сосуществовании и прогрессе. В 1980 году академика арестовали и сослали в Горький. В преддверии столетнего юбилея Сахарова 11-классники школ города присоединились к проекту «Читаем вслух» и прочитали отрывок из его книги «Горький, Москва» и далее везде. Произведение – это публицистическое, такое, похожее на дневниковые записи. И рассказывает о грустном периоде из жизни Андрея Дмитриевича, это «Горьковская ссылка». И последние три года его жизни он в 1986 году был освобожден от этой ссылки, а в 1989 он уже умер. Этот короткий промежуток времени в жизни академика был насыщен большим количеством важных и знаковых событий. В ноябре-декабре 1988 первый раз поехал за рубеж, где встретился с главами США, Франции и Великобритании. В 1989 году он был избран народным депутатом СССР от Академии наук. В мае-июне того же года участвовал в первом съезде народных депутатов СССР в Кремлевском дворце съездов. В своей автобиографической книге Сахаров написал о событиях, которые происходили в стране в это время. Его точка зрения на вывод войск из Афганистана, на разоружение и сокращение ядерных испытаний, на правозащитную деятельность, на взаимоотношения с КГБ и с органами власти, на физику безусловно. Там очень большое внимание уделяется и общению с учеными, с академиками, с бывшими его коллегами по работе, с членами Российской Академии наук. В книге «Горький, Москва» и далее везде семь глав, приложения и письма. 23 одиннадцатиклассника, которые собрались в зале Дворца детского творчества, прочитали вслух первую главу. Написал главному врачу больницы имени Симашко Олегу Александровичу Обухову письмо с заявлением о прекращении голодовки. Через несколько часов меня выписали из больницы и привезли к Люсе. Несомненно, мое решение было подарком для ГБ. И, как описано у Люси, они хорошо воспользовались им. Итоговая в этом учебном году встреча пройдет 12 мая. Ученики шестых классов почитают сказочную повесть Александра Волкова «Тайна заброшенного замка», заключительную часть цикла «Волшебник из Мурдного города». Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин